Приветствую вас и начать нужно с того, чтобы разделить весь ваш большой такой текст на несколько частей, чтобы было удобнее работать. Пожалуй, для начала надо сказать про страх номер один, который вы описываете, потом про, соответственно, все остальное. Начнем, пожалуй, мы с описания того, что вы боитесь, что никогда больше не испытаете того чувства, которое у вас к этому мужчине. Понимаете, в чем дело? Бравда заключается в том, что нету двух одинаковых ощущений. И здесь вы отчасти правы. То есть вы правы в том, что говорите, что больше вы таких эмоций вполне вероятно не испытаете. И это действительно так. То есть каждому мужчине вы будете испытывать свои ощущения. Они будут разными. Они будут непохожими друг на друга. Почему? Потому что и люди будут другие. И обстоятельства, связанные с ними, будут у вас также другие. И не нужно пытаться, не нужно пытаться, стремиться, скажем, из мужчин, испытывать именно то, что есть у вас. Именно то, что вы испытываете сейчас. Это будет означать, что вы не принимаете человека таким, как он есть, а хотите подстроить его под определенный образ. Это не есть, к сожалению, правильно. И это доставит вам проблемы, доставит вам хлопоты, определенные хлопоты, которые я не думаю, что вы хотели бы для себя иметь. То есть этот момент, момент, связанный непосредственно с любовью, да, необходим для вас проработать. То есть как проработать? Осознать. Осознать, потому что у вас, значит, есть сейчас потребность в том, чтобы испытывать подобные ощущения. Вот подобные ощущения. Но при этом вы настолько от этого ощущения зависите, это ощущение единения и слияния с человеком, что вы очень сильно боитесь его потерять. Именно потому что вы боитесь потерять. Вы не уверены в себе. С вами происходит то, что происходит. Дальше, следующее, о чем мне хочется сказать, это то, что у вас, значит, есть определенные проблемы в семье. То есть вы много пишите про работу над собой, работу над своими ошибками. То есть вот вы пишите, например, что вы простили маму, да, простили своего там первого мужчину и так далее. То есть вы вот сделали это. Но получается так, на самом деле, получается так, что вы делали это не для себя. Вы делали это для мужчины. Почему? Потому что, когда вы сейчас увидели, когда вы осознали, что может быть, мужчине не нужно совсем то, что вот вы делаете, может быть, мужчине даже не нужны вы. То есть в этот момент, в этот момент вам начало казаться, что вся ваша работа пошла в трубу. То есть это наглядно показывает, что вы данную работу, то есть прощение, так сказать, развитие личностное, вы делали его не для себя, а для мужчины. Чтобы нравиться этому мужчине, чтобы соответствовать его, значит, в принципе, соответствовать его идеалам. И здесь кроется тоже очень проблемный момент. Дело в том, что человек, вот по сути, человек, что сделал? Он говорит, ты мне не нравишься, я не хочу с тобой находиться в отношениях, вот, по крайней мере, такие, да, давай расстанемся. Вы продолжаете за него цепляться, вы просто продолжаете за него, как бы, хладаться и начинаете в себе что-то менять. Что это означает по сути? По сути это означает, что вы, как бы, прогибаетесь под него ради своих целей, ради своих потребностей. И, по сути, это говорит о том, что вы показываете ему, что при любом раскладе будете с ним. Он вам нужен. Что он будет для вас всегда идеальным мужчиной. А мужчине нельзя, ему нельзя знать, ему нельзя чувствовать, что вы принадлежите ему. Это любого мужчину, любого мужчину, значит, расслабляет и снижает вашу, значит, смазанку, снижает вашу ценность в его глазах. И то, что он предложил сделать перерывы, то, что он не отвечал вам, и то, что он предложил разорвать связь. Все это, после вашего письма, приобретается большую и большую окраску, просто желание мужчине убежать. И вы называете его предателем, конечно же. Вы называете его предателем, потому что, по вашему мнению, он действительно вас предал. Но в действительности человек ведь говорил неоднократно, не один раз, что он не хочет быть с вами, что он предлагает вам расстаться. Но вы все равно раз за разом, как бы, реанимировали отношения. И вы дальше приезжали к нему домой, я понял, чем тоже нарушали его личные границы. И вот это основная проблема, что за своим, за своим стремлением к тому, что вам нужно, за стремлением к этим чувствам, которые вот у вас есть, что вы ощущаете, вы нарушаете личные границы человека. Раз за разом, и, конечно, это не нравится мужчине. Конечно, это вызывает у него дискомфорт. И сейчас он понимает, что если прямо скажет вам о том, что давай восстанемся, вы вновь будете делать что-то, чтобы реанимировать отношения. Хотя в действительности, может быть, уже реанимировать и нечего. А так, он надеется, что вы, скорее всего, ну, вот со временем его забудете, научитесь жить без него. Почему я так думаю? Почему я так говорю? Потому что, ага, любящий мужчина, любящий и уверенный в себе мужчина, он не сможет так делать. Он не сможет быть без своей женщины долгое время, продолжительное время. И тот факт, что он это сделал, говорит всего лишь о том, что у него есть желание от вас отстраниться. Надолго ли, ненадолго ли, но неважно. Он не хочет. И вот вы пишете ему длинное письмо, он не ответил и не позвонил. Почему? Потому что он за это время от вас абстрагировался. И понял, что без вас ему, скорее всего, лучше. И если вы его любите, если вы хотите, чтобы он был счастлив, то вам важно понять, что без вас на данный момент ему хорошо. Именно поэтому он вам не звонит. И если вы любите его для него, то есть стремитесь делать его счастливым, то оставьте его. Позвольте ему быть там, где он хочет и в той ситуации, которая делает его счастливым. Далее вы пишете, значит, про свою маму, у которой был авторитарный тип личности, и которая, значит, вас била, которая, значит, то есть, которая замахивалась на остатками и не хвалила никогда. Соответственно, это вызывало у вас, ну, понизенную самооценку, не могло не вызываться понизенную самооценку. И в этой части мне бы хотелось вам рассказать следующее. Дело в том, что у вашей мамы была и есть определенная причина, причина, по которой она так себя ведет. Вот вы сказали, что вы простили ее и простили своего мужа. На самом деле, прощение, если говорить о прощении в ушком смысле этого слова, то есть, что есть прощение. Вот у вас, допустим, была обида, у вас была обида, да, и вы, как бы, поняли, что, ну, обида со временем стала меньше, обида со временем стала тишь, она, как бы, поутихла немного, и можно теперь уже простить, простить. То есть, нельзя сказать, что вы прямо держите зло на обыкнуть свою маму. Но, тем не менее, судя по вашему сообщению, вы не до конца ее простите. И до конца простить ее невозможно до тех пор, пока у вас не будет четкого понимания того, почему она так поступает. А ведь смотрите, какая получается ситуация. Она с вами общалась так же, как сейчас общается с внучками. И если можно предположить, что, допустим, вас она не любила по какой-то причине, да, там, кто-то еще, вы можете сказать, что она вот, у нее такой вот тип воспитания. То внучка, казалось бы, от нее напрямую уже не зависит. То есть, у внучки-то есть своя мама, а пусть. Но она общается с этим и меня все так же. И что это, по вашему мнению, значит? По моему мнению, это означает только то, что человек, вообще говоря, человек, значит, через вас, через ребенка ведет диалог с собой. Вот, вот, сам с собой человек общается, когда разговаривает таким образом. То есть, весь ее негатив, весь ее, вся ее строгость, все ее стремление только ругать, только ругать, и ничего больше. Это не свидетельство того, что вы плохая, например, или что ее, или что внучка плохая, да? Это свидетельство того, что у нее, у самой, у вашей мамы, есть определенные проблемы. Определенные также установки, определенные элементы восприятия, скажем так, которые не позволяют ей общаться иначе. Человек злой, который негативный, который, вот, ругается, да, который малохмален, это человек, который испытывает дефицит. Дефицит чего? Определенных благ. Дефицит чего? Определенных, значит, элементов гармонии, определенных позитивных моментов и так далее. То есть злой человек, человек негативный, такой, как ваша мама, это человек, у которого есть проблемы, неудовлетворенность внутренняя, какие-то внутренние конфликты и так далее. И ваша мама постоянно с ними живет. И они, понятно, есть у всех, скажете вы, они есть и у меня. Да, действительно, они есть у всех, и они есть у вас. Но, во-первых, у каждого человека есть своя способность к тому, чтобы, как бы, справляться с негативом. И, во-вторых, у человека есть баланс. То есть, баланс, который, ну, вот, выравнивает. Выравнивает негатив и выравнивает позитив между собой. И тем самым они, как будто, круга соотносят, и получается гармония, равновесие. А если этого равновесия нет, то, соответственно, человеку требуется волевая регуляция для того, чтобы как-то удерживаться на плаву. В общем, мамы эта волевая регуляция явно отсутствует, потому что она явно негативно настроена. И вы, поскольку вы лучше ее знаете, вам не нужно ее прощать. Знаете, прощение, это для кого-то очень легкий процесс. Вот кому-то очень легко, нет, и простых человека, да. А кому-то очень сложно. Почти невозможно. И, вот, говорят, вот, ты должен простить, ты должен простить. Не, 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 не должен простить. Нет такого долга и такого обязательства, как прощение. Есть только лишь желание понять человека и мотивы к тому, чтобы это сделать. Вот у вас мотив к пониманию вашей мамы лежит в том, что вам это мешает. Вам лично мешает не до конца отпущенное отношение с ней. И то, что ваша мама к вам так обращалась, с вами так обращалась, это во многом определило вашу будущую личную жизнь. Предлагодаря Богу, пока вы своей маме не постарайтесь понять. Не постарайтесь увидеть, какие у нее были проблемы. Не постарайтесь увидеть, в какой ситуации она жила. Не проникнитесь ее положением, ее проблемами, у вас не получится ее простить. То есть вы будете это делать, но не для себя, а для кого-то. А это означает, что по сути это довольно эгоистичная позиция, когда Жайк делает что-то не для себя, а для другого. Вы пишете, что 15 лет вас бил мужчина, вот первый ваш муж, значит, первый ваш муж бил, вы празднили с ним около года, а потом вы были эгоисты, требующие к себе внимания. Значит, у вас сейчас есть такое мнение, и это мнение, оно рассказывает на протяжении вашего всего письма, что мужчина обязательно вас бросит, он обязательно вас покинет. То есть, сначала он с вами, а потом он уже не будет с вами, он вас бросает. Вот в какое-то время он вам уделяет внимание, внимание, а потом перестает это делать. И вы не можете понять, почему так происходит. У вас есть страх, именно это. Да, я помню, что вы говорили про свой страх номер один и номер два, но тем не менее, давайте поговорим про это пока. А мужчина почему вас бросает, почему он лезет только спустя определенное время, только с вами, а потом предпочитает кого-то другому. Например, даже человек, который говорил, что с этим знакомым это очень плохо, а спустя уже месяц после расставания уже с другой женщиной. И вам очень обидно. Ну, во первых проблемах, которые у вас есть, она заключается именно в том, что вы привязываетесь к мужчинам и вы растворяетесь в них. То есть, что такое личное отношение вообще? Вот личное отношение вообще это когда человек, будучи независимым, будучи полноправным партнером, умеющие удовлетворять свои способности, свои потребности, свои желания и удовлетворяющий их актом свободной воли вступает в отношение другим человеком. То есть, для него отношение другим человеком не какой-то, скажем так, не какой-то выход, не способ достижения чего-либо, а это именно дополнение, это именно статус, это именно очередной виток реализации. Но человек от этого не зависит. У него нет личной заинтересованности в том, чтобы, например, как вы говорите, вот здесь хотеть семью. У него нету таких установок, потому что у человека и так на данный момент всего есть. а у вас нету чувства безопасности, нету чувства нужности, нету того чувства, что вы желанны, что вы востребованы, что вы нужны, как-то необходимы. И вот вы даже пишете, здесь я вот тебя нашел, значит, через помощь другим вы чувствуете себя нужным, нужным этому миру в том числе. У вас есть стремление чувствовать себя важным и ценным. И через помощь другим мы это делаем. Вы знаете, вот когда смотрите, вы писали свою маму, что она вставала на сторону другого человека, не вас. И будучи на этой стороне другого человека, как бы принимая ее, была против вас. Почему? Потому что через объединение с этим человеком она просто живет у себя важной и ценной. И у вас в этом смысле одинаковое стремление. И у нее, и у вас. Вы людям помогаете для того, чтобы быть важной и ценной, а она не соглашается, чтобы быть важной и ценной. то есть мотивы и цели одинаковые, а вот способы, способы немножечко разные, но этот способ зависит от возможностей, от возможностей человека. Для того, чтобы помогать людям, значит, вот вы думаете, что у вас есть склонность помогать людям, чтобы помогать людям, искренне, бескорыстно. Нужно для начала обеспечить себя всем необходимым. А чтобы у вас был не дефицит, чтобы у вас было все, что вам нужно. Вам сейчас впервые. А уже потом, уже потом потом вы будете помогать людям. Что есть помощь? Помощь есть излички. Излички благ. И этими благами вы делитесь. А если ради помощи другим людям вы отнимаете у себя то, что нужно вам или вы не имеете излишков излишков все равно требуете все равно нуждаетесь в том, чтобы помогать людям, то это говорит о том, что у вас есть личная заинтересованность в данной ситуации. Личная потребность. Эту потребность нужно удовлетворить сперва вам самостоятельно, а потом уже помогать людям. Далее вы пишите, что вам нужно иметь в рядом мужчину, чтобы чувствовать себя востребованной, нужной и женатой. Опять момент. Вам нужен мужчина для чего-то. И вы пишите, что вот уже полгода вы не встречаетесь мужчины. Это очень редко. Раз в один-два месяца. Но вы не рвете кем-то еще. Здесь есть небольшое противоречие. В том, что вы пишите, что мужчина с вами вообще сейчас не видится, а вот вы пишите, что уже полгода почти не встречаетесь и видитесь очень редко. Раз в два месяца. А знаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? То, что вы не рветесь другому мужчине действительно говорит о том, что вы просто держитесь за вот это вот чувство, которое у вас есть. Вы держитесь за ощущение, что может быть вы еще пары и за те эмоции которые у вас вызывают единение, единение, стремление и так далее. Несколько то, о чем мы писали в конце но в действительности мужчина чувствует себя рядом с вами с кем или чем он чувствует себя средством средством для того, чтобы вы ощущали себя востребованной, нужной и желанной. давайте с вами для начала подумаем а что нужно для того, чтобы чувствовать себя востребованной, нужной и желанной. Если не брать в расшир мужчину вообще, для этого нужно чтобы люди к вам прикручивались, чтобы вы реализовывали себя, чтобы вы достигали того, что вы хотите, вы были уверены в себе, чтобы вы чувствовали свои значения. Но это все можно и нужно сделать вне зависимости от того, находитесь вы личных отношений или нет. Мужчину нельзя и личные отношения в целом нельзя использовать для того, чтобы чувствовать себя до требованной, нужной и желанной. Не важно есть это у вас сейчас или нет. Ладно что было. И важно что не произошло ничего такого, что могло бы поменять вашу точку тренинг. Соответственно, для начала определим потребность, ваша потребность, до которой вы помогаете другим людям. Далее, помогать другим людям нужно на время перестать. или воображение представить себе, что то, для чего вы людям помогаете, у вас есть. Просто представьте себе, у вас это есть. Вы будете хотеть помогать людям? Потому что искренние, так сказать, идеалистические, идейные антруисты. Они помогают людям всегда. Ко мне зависит от того, есть у них что-то или нет. И да, скажете вы, как же это связано с тем, что вы говорили, то есть я говорю, что слива нужно получить все самому, а излишками делиться. Дело в том, что у человека не бывает, к сожалению, таком, что у него всегда есть во всем излишки или в том, чем он помогает. Да, бывает и дефицит, но если человек начал помогать, когда у него были излишки, то логично предположить, что он продолжит свою помощь, и если этих излишков не будет. Его идейность и как бы свободу воли это не отменяет. Это так. На случай, если вы подумаете мне возродить, или подумаете, что есть противоречия здесь. Мне бы не хотелось, чтобы они быть. Дальше, после того, как вы определительно себе хотите помогать людям, если у вас будет то, ради чего вы им помогаете, также примерно то же самое нужно провернуть и с мужчиной. Вот вы желанный, востребованный, нужный. Вам мужчина нужен? Да, скажет его. Нужен для того, чтобы что? Уверен, вы сможете назвать много причин, и ребенку вы хотите, и вот это чувство слияния вы хотите ощущать, и все. Но это все то, что касается вас, лично вас. Это все для вас. А любовь истинная, истинная любовь. чистое желание быть мужчиной, оно не направлено на себя, оно направлено только на него, только на него стал. И до тех пор, пока вы будете в мужчине искать источник своей собственной гармонии, у вас не будет отношений к успешному. только лишь за исключением того момента, если мужчина захочет вам вот это все давать. Пока таких мужчин вы не встретили. И поскольку есть риск, что не встретите, вам нужно само обрести гармонию внутри себя, само удовлетворить все свои желания, и уже потом вести себя с мужчинами. Вот вы говорите, что вам нужно три года на то, чтобы другого мужчину встретить. И нас же это получается по разуму. А вам противно по разуму вступать в отношения. Вы знаете, я вас понимаю очень хорошо на самом деле, понимаю, но если вы придете к своим деланным самостоятельным, без кого-либо, сначала поймете свою маму, поймете своего мужа, который вас бил, и поймете что это его слабость, что он не уверен в себе, что он боялся вас потерять, и так далее, что человек если бьет свою женщину, он не уважает себя, он не уважает других, он избалован, он эгоистичный, и так далее, он тиран, а тиране это всегда опасение отсутствия контроля, и так далее, если все вот это вы поймете, то у вас и не будет ответственно никакой нацеленности на себя, это не ваша проблема, что люди относились к вам плохо, это проблема людей, ваша проблема лишь в том, что вы в них искали то, чего вам искать не нужно было, вам нужно было искать это не в людях, а в самой себе, и проблема в том, что этому как раз вас и не научили, потому что обычно этого учат родители, мама, например, которая любит, ну, родственники, они учат человека себя любить, они учат человека себя уважать, а вам этого не дат, и поэтому вам было тяжело, вы заблуждали, но вы также считали, что именно вы плохали, именно у вас проблема, а это не так, и у вашей мамы, и у вашего мужа первого, и у вашего мужчины, который от вас ушел, у них были и остаются свои определенные проблемы, то есть за распад отношений ответственность несет не только вы, но и другой человек тоже, ответственность вы пишете, что вот у вас были отношения, значит эти отношения распались, ну я об этом уже говорил, да, что человек значит о вас слышал и тоже нашел себе другую женщину и так далее, хотя перед этим говорил, что соцсет знакомство это вы частное, что он вам верит, вот вы не понимаете почему он так с вами потупил, а для вас это очень больно, значит что есть боль, вот что есть боль, боль это реакция на потерю того, что вам лично было нужно, если бы вы воспринимали человека как объекта вашего стремления делать его счастливым, то вы бы поняли, что он ушел, ага, значит ему там лучше, ему без вас лучше и он счастливее, у вас не было бы боли, потому что вы были счастливы за человека, что ему лучше без вас, но главное не то с вами он или нет, а главное что он счастлив, а если мужчина ушел, то он счастлив, но вы тем не менее испытываете боль, и это боль связано с тем, что вы потеряли все, чем не дай сам, и чтобы в отношениях не было такой личной заинтересованности, это нужно самостоятельно получить, об этом я уже говорю, но что же скажете вы, я только одна виновата в том, что мужчина ушел, нет, не только вы, мужчина тоже виноват, он тоже несет ответственность за то, что произошло, он по какой-то причине тоже был с вами из-за своих попрямостей, из-за своих каких-то желаний, и когда он понял, что вы его желание не соответствуете, он ушел, это тоже нехорошо, но это его ответственность, поэтому не нужно думать, что только вы виноваты в том, как развиваются ваши отношения, как они закончатся. Мужчина сделал, и это его выбор, то, что он сделал, это его выбор, но это же и показатель его личности, его отношения к вам, а значит он не был с вами до конца искренним, и многое из того, что он говорил, не было правды, потому если бы он был вам верен, если бы он действительно испытывал сильные чувства, понятно, что он сразу бы от вас не ушел, это очевидно, он не нашел бы себе так быстро женщину, а раз на все, значит не был вас заинтересован до 8-м обыкном, а значит опять-таки считалось, что вы в нем нуждаетесь, он это чувствует, мужчина чувствует, когда женщина в нем нуждается, чувствует, когда женщина зависит от него, и ведет себя соответствующим образом, к сожалению, это нужно помнить, что мужчины, они, говорят, что мужчины, они все как на поверхности, не понимают, как есть моментов, тонких и так далее, но в чем-то они очень даже хорошо разбираются, и это что-то, насколько они нужны женщине, и этот момент во всех отношениях и у вашего мужа, первого мужа, и у вашего родителя, вашей мамы, и у всех этот момент тоже есть, не перекладывается всю вину за разлад отношений на себя, это очень плохо, далее вы пишите про зависимость и говорите, что у нас здесь совсем иной уровень отношений, думаю, что с вашим настоящим мужчиной, который у вас сейчас, их тоже зависимость, потому что вы пишите ему длинное письмо, вы переживаете, хотя в действительности он просто-напросто от вас отстранился, это не означает, что у него нет, вам сил, это значит, что ему с вами некомфортно, на данный момент, ему некомфортно, что вы за него цепляете тогда палочку вручалочка, поэтому никому приятно не будет, не будет, вот, далее вы пишите про прощения, об этом я говорил уже, значит, вот, у вас странная установка, пишите вы, свободных нормальных мужчин нет, значит, либо алкаши, либо не хотят жениться, либо что-то еще, и, значит, дайте, что нового мужчины вы встретите, очень тяжело будет отмечать, долго искать и долго сближаться, установку по поводу того, что нормальных мужчин нет, или они очень редкие, я думаю, нужно разобрать немножечко более подробно, сказать, сказать об этом следующее, что, как бы, понятие нормальный мужчина, он, ну, как ни странно, для каждого слота, то есть, вот, у кого-то нормальный мужчина, это какой, там, классический, традиционный, то есть, который немного красивее обезьян, у которого есть, там, чисто, ярко выраженные мужские черты характера, плохо это или хорошо, мы сейчас об этом не говорим, это факт, это есть. У вас есть образ мужчин, который вам нужен, прям вам нравится, это, вообще говоря, отдельно где, вам не меняться нужно в плане осознания себя, в плане каких-то вот прощений, там, подстроения подругих, это вам нужно для злого себя, а именно в плане личных отношений, вам нужно четко понять, а что живой мужчине может стрелять вообще, почему мужчина именно с вами будет, а не с другой женщиной, и какой вам нужен мужчина, что мужчина вам должен давать, если вы говорите, мужчина вам дает защиту, стабильность и так далее, это хорошо, но для начала эта стабильность вам нужно самостоятельно для себя получить, об этом мы уже говорили, да, мужчина это опора для женщин, но какая опора, когда, когда они уже вместе, ну, когда у них семья уже, уже, да, и когда наши, когда у них уже есть общее хозяйство, ребенок, тогда, вот тогда, да, тогда у женщины такой мужчины действительно опор, почему, потому что она уже не одна, их уже двое, она ведет не только свое хозяйство, но и хозяйство мужчин, и по этой причине ей требуется опора мужчины, да, это все верно, но вначале, когда еще о семье, о семье никакого разговора нет, вот тогда нельзя говорить, что мужчина сразу для женщины опоры, мужчина для нее в таком случае партнер, просто партнер, и все, не более того, и исходя из этого, можно сделать несложный вывод, что нормальных мужчин очень много, просто вопрос в том, где вы их смотрите, где вы их ищите, на сайте знакомств, действительно, на сайте знакомств находится определенный контингент, люди, которые там находятся, как правило, испытывают некоторые проблемы с личной жизнью, с коммуникациями, с построением отношений и прочее. И понятно, что там нормальных людей, нормальных в смысле наиболее привлеченных к норме поведения в настоящем времени. Очень мало таких людей. И поэтому вам для серьезных отношений нужно искать мужчин не на сетах знакомств, а на так сказать поприще определенного рода деятельности. То есть там, где вы работаете, там, где вы развлекаетесь. Если этого недостаточно, значит попробуйте превращать новые места, пробуйте искать новые виды деятельности и так далее. Только так можно говорить о том, что у вас получится найти мужчин. Ибо сайт знакомств, несмотря на свою простоту, это очень большой риск. Риск и разочароваться, риск и быть обманутой, в общем, очень большой риск. А если вы на основании своей деятельности, любой деятельности, будь то деятельность развлекательная, будь то деятельность рабочая, будь то деятельность обучающая, не важно. Вы мужчину увидите сразу по его поступкам. И вы увидите какую и сразу поймете, нравится вам такой тип или нет. А дальше нужно показывать человеку, что вы можете дать ему то, что ему нужно. Для этого необходимо общаться с мужчиной и чувствовать его желание. Заметьте, его желания, не свои, на свои желания вам внимание обращать не нужно. Это задача мужчины из-за мужчины, не ваши. Если в процессе общения вы видите, что только с вашей стороны происходит интерес к нему к личности, как к личности, к человеку, а с его стороны этого нет, значит этот мужчина вам не подходит. Он вами не интересует. Он считает себя слишком независимым, либо просто учитает вас недостоин того, чтобы интересоваться вам. Это этот человек, такой человек, вам не подходит. В действительности не подходит. Это нужно понимать. Понимать как можно более четко, чтобы не строить себе личи, чтобы не разочаровываться в будущем и так далее. это то, что касается непосредственно установок по поводу того, что нормальных мужчин нет. Дальше. Вы пишете замуж по-разному а не по-любви и тут нужно просто заметить, что любовь приходит не сразу, а про чувства я сказал в самом самом начале. Вот. Далее вы делаете правильно, что убрали все вещи, это действительно хороший момент, это правильный момент. Дальше желаете ему добра, но столкнулись с реальностью, увидев его другой и не испытали радости, это понятно, ощущение, что вы откатились обратно, про это я тоже вам сказал, что нужно сделать, поделись, и ответил без вопрос о том, что происходит и что вам делать. Далее, зачем вам замуж? Вы считаете, что это естественно, что природой захвошенное желание двух особей соединяет семью, и знаете, что он теперь значит, такое состояние слияние, как ты привел в нем всегда. В-третьих, надеетесь родить второго ребенка, и вас поджимают сроки. Ну что ж, давайте поговорим про это. Во-первых, так, значит, замуж, замужество лучше не делать с Машелью. Почему? Потому что и замужество, и ребенок это следствие отношений мужчины и женщины. Если об этом думать сразу, то получается так, что вы тратите на желание этого, ну, на отдельное желание этого, свою энергию, во-первых, во-вторых, вы, желая семьи и ребенка, имеете некий образ и семьи, и вашей жизни, когда вы родите. А это означает, что вы подсознательно будете человеком либо стремиться подстраивать под свой образ, либо сами подстраиваться под свой образ, что не будет означать естественно для вас. а это неприемлемо в отношении. То есть нормально хотеть семью вообще, в общем. То есть вот, например, как женщина говорит, выходите из семью, да, почему, а когда она будет, ну, я не знаю, когда у меня будет двадцать человек. То есть нельзя воспринимать семью как самосын. Это не гарантировано вам. Семью никто вам не гарантировал, как ребенок. и поскольку это не гарантировано, то этого нельзя хотеть. Поэтому можно стремиться исключительно через отношения с мужчинами. И отношения с мужчинами воспринимать уже как само по себе, так скажем так, ну, если не благо, то хотя бы достижение. И не думать обязательностью отношения нужно переносить в брак. Какие будут отношения, такие будут. Может быть будет брак, а может быть не будет. Если будет хорошо, если нет, то нет. Нельзя встречать мужчины и заранее думать о браке. Это накладываем определенный налет предупреждений, определенный налет предрассудков в отношениях. А это, как вы сами понимаете, надеюсь, мешает отношениям. Мешает нормальному, естественному, спонтанному развитию отношений, потому что излишняя программированность, желание нацелиться на брак и на ребенка, это программирование отношений, попытка предания им определенной направленности, что в общем-то мешает только тому, что не подчинено никаким законам, особенно личным отношениям. Еще раз повторю, желать брака это все равно что встать утром и сказать я хочу влюбиться или я хочу написать книгу. Вы можете это выхотить, но вам этого никто не гарантирует. Можно ли что-то делать для этого? И лучше именно делать, а не брать время на желание. В современном мире брак не является чем-то естеством. Люди могут встречаться свободно, люди могут жить в гражданском браке, не будучи официально мужем и женой. И с этим естественным развитием отношений к сожалению нужно считаться. Поэтому я не могу с вами согласиться в том, что как вы пишете здесь что считаете что брак это природа заложенная желанием. Если говорить именно о природе, то природа у человека полигамма как раз таки. И в мужчинах это проявляется в гораздо большей степени. Мужчины по своему это люди полигаммы и на заре человечества в древности у них не было брака. А если браки были, то они были как раз таки полигаммы, то есть множественные. А это означает, что природа не закладывала соединялся с семьей. Природа толкает человека только на два основных момента. Это момент продолжения рода и момент собственно говоря сохранения жизни и не более того. Поскольку свой род вы уже продолжили, у вас есть ребенок, то второй ребенок также нужен вам для чего-то. Для реализации ничего-либо, может быть, для чувства уверенности в себе и так далее. Тут вы только можете ответить себе на этот вопрос, что тем не менее ребенок как и семью нельзя воспринимать как самосед. Вам это не гарантировано. А если вы хотите гарантии, то придется выходить замуж по разуму, что вам на данный момент противно. Но даже и здесь можно сказать о том, что любовь приходит неферан. По-моему, я об этом уже говорил, но тем не менее. Далее вы пишете, что через три года вы уже не сможете ранить ребенку, почему не менее четырех лет, потому так не бывает, что в момент взять и вычеркнуть из сердца одного человека, а заснуть туда другого. во-первых, так бывает. И примеры вашего мужчины, который достаточно быстро начал себе женщину самопотверсить. Да, скажете вы, он ко мне что-то не чувствовал и так далее. Может быть и так. Но это пример. Это пример того, что это возможно. И соответственно вам не нужно ставить себя в какие-то границы, в какие-то рамки, которые явно вас ограничивают. Если вы сами для себя поймете, во-первых, что все чувства с людьми они разные, не будете стремиться к тем чувствам, которые у вас есть сейчас, потому что они возможны только с этим человеком, а будете открыты для новых ощущений, для новых чувств. Дадите себе некоторую свободу и свободу другому мужчине, показать и дать вам именно свое индивидуальное, то вы можете построить отношения быстрее. Если не будете себя ставить в эти рамки. Рамки вас здесь только ограничивают. Дальше. Значит, по поводу трех лет и по поводу чувств я надеюсь сказал вам достаточно четко. Дальше ну тут выбор его или здорового ребенка. Вы знаете, сам факт того, что у вас стоит такой выбор говорит о том, что вы руководствуетесь своими целями. Почему? Потому что вам нужно здоровый ребенок. А ребенок не рассматривается как естественное или неестественное продолжение любви с мужчиной. Да, я понимаю, у вас ограниченное время. Я очень хорошо это понимаю. Но если вы руководствуете тем, что времени у вас мало, родите ребенка не до конца имея искренние отношения с мужчиной, то ни вам, ни ребенку, ни мужчине лучше от этого не будет. А если вы не торопясь построите отношения с мужчиной, и пусть вам не будет возможности родить ребенка, но вы будете хотеть равно ребенка, то никто не мешает, простите говоря, вам усыновить кого-либо. И я здесь говорю, даже бра, услуги суррогатной матери, например, которая может вам не из детского дома, ребенка, у которого уже есть свои какие-то моменты проблемные, а именно абсолютно чистое дитя, абсолютно чистое и невинное непорочное дитя, вам предоставят. Все это можно сделать. Все это можно устроить, но начало и самое главное это отношение с мужчиной. Поэтому еще раз повторю, такой вопрос, такой выбор неприемлемо. Это неприемлемо. неприемлемо ставить вопрос таким образом. Без отношения с мужчиной вам, старым ребенком, скорее всего, будет тяжело, а имея под собой, имея в распоряжении мужчину и отношения прочные и доверительные с ним, всегда можно найти способ во второй раз стать матерью. Всегда вопрос приемлемости способов. Но нельзя когда дело касается и личных отношений, и ребенка, такого важного события, руководствоваться временем, можно навредить всем, и себе, и ребенку, и мужчине. Дальше, дальше, значит, ну, собственно говоря, у вас паника, это мы тут только сказали, конечно, про это уже очень много, говорили мы, значит, вы, это ваше ущемленное эго, и тут что вы не можете никого положить. Вы знаете, вы когда говорите, что не можете ни с кого положиться, этот, вот эта фраза, она очень показательна, в том плане, что вам мужчина нужен для того, чтобы чувствовать себя защищенным, для того, чтобы чувствовать, что вы можете на него отрезать. Обратите, для этого всегда есть друзья, для этого всегда есть какие-то знакомые, какие-то там люди, которыми у вас есть там связи, что-то еще. Если у вас этого нет, если у вас нет друзей, если у вас нет знакомых, то дальше, если вы находитесь в новом месте, в новом городе, где у вас нет никого, то эти связи нужны на вас. Потому что мужчина один не всегда может вам помочь. А если вы в нем ищете последнюю, как бы вот, ну, даже не последнюю, а если вы в нем просто ищете опору, то это опять-таки нужда в нем. А нужда в мужчине есть плохо, мы уже сказали, почему. Поэтому прежде чем вступать в отношения с мужчиной или параллельно с этим, обеспечивайте себе, старайтесь обеспечить также и социальную какую-то среду. То есть заводите связи, помогайте людям, устанавливайте отношения, будь не друзей, приятельские, взаимовыгодные и так далее. Это все поможет вам как раз-таки избегать данной ситуации. И если есть определенная проблема, определенная проблема, скажем, с доверием людям, вообще, с доверием людям, то ее тоже можно разобрать. Ну, естественно, если у вас эта проблема есть. Я думаю, что и так уже достаточно много времени идет ролик, идет запись, поэтому информации для вас, мне кажется, пока хватит. Вот. На основные какие-то вопросы я ответил, надеюсь, достаточно полно, надеюсь, достаточно ясно ответил я на них. На этом, я думаю, можно закончить сейчас. А если появится желание, поговорим еще раз, или начну, ну, или поговорим, или вы напишите еще что-нибудь, а мы будем общаться в таком формате. Вот. На этом все. я надеюсь, вам помог. Я желаю вам удачи, надеюсь, что вы воспримите то, что я говорил, а это все-таки далеко не всегда согласие с вами, конструктивно, и не в штыки, потому что я хочу вам помочь. Я надеюсь, вы это понимаете. и чтобы вам избежать ошибок, избежать негативных переживаний, нужно то, что я все, что я сказал, постараться учесть. Удачи вам!